квартира находится на четвертом этаже дом такой ну коридорного типа то есть 1 подъездный получается на одном этаже сколько 12 квартир до тут 4 там 8 12 квартир 12 квартир на этаже но две секции они разделены тамбуром здесь четыре квартиры там четыре квартиры тут можно даже вот велосипед оставить квартира двухкомнатная в прям не очень хорошем состоянии здесь жил дедушка дедушка рыбак рыбаки любят ну вы сами понимаете вот давайте посмотрим друзья вы наверное понимаете что я не просто так попал эту квартиру я пришел сюда с риэлтором посмотреть собственно квартиру вот ну что называется напросился это мой знакомый риэлтор поэтому в ролике будут два участника я просто ходить смотреть задавать вопросы и собственно риэлтор который знает все об этой квартире и может рассказать свое экспертное мнение коридор очень такой просторный и есть у нас стройный шкаф его так то вообще можно разобрать и поставить новый шкаф купе в двухкомнатной квартире комнаты изолированы мы заходим сейчас зал самый большой он 18 квадратных метров квартира угловая здесь есть радиаторы конечно их лучше заменить разводка старая но если здесь поставить чугунные радиаторы которые вам рекомендую поставить потому что они как можно дольше сохранять тепло и с этой стороны у вас будет очень тепло в этом плане можете вообще не волноваться все окна квартиры выходят на одну сторону во двор походим еще немножко по квартире это у нас кухня кухня 6 квадратных метров в ну в прям скажем плачевном состоянии ну такая стандартная кухонка кухня 6 квадратных метров в идеале здесь нужен очень хороший ремонт и нужно заменить разводку вот на самом деле такая планировка двухкомнатных квартир на мой взгляд максимально удобно у меня лично была такая квартира года 4 наверное назад я там жил мне очень нравилось но только в другом районе не в таком классном как этот район до мой район не хвалил варлам в своих роликах но тоже неплохо мы квартира была немножко понове так это у нас мы уже переместились в комнату 11 квадратных метров здесь даже обои неплохие поклеены потолочек чугунной батареи кстати тоже прикольно и есть большой балкон из комнаты на самом деле это гораздо удобнее у меня был балкон из зала и это не очень удобно зал это общая комната вот там и дети и все такое в ком живут родители дети допустим тусуются в зале соответственно есть возможность родителям выходить на балкон ну там подышать свежим воздухом покурить выпить кофе детям не надо выходить на балкон это достаточно опасно поэтому лучше когда балкон либо на кухне либо в жилой комнате которая в последующем встанет комната родителей балкон просторный застеклен под резинку санузел раздельный требует ремонта как а вот интересная квартирка с интересными вещами в шкафу у меня сегодня рубрика посылка из прошлого это мои приобретения покупки которые я совершаю на блошиных рынках или антикварных магазинах сегодня я это дело не купил этим делом со мной расплатились предыстория такая друзья один знакомый риэлтор попросил меня поснимать квартиру так гораздо проще ее продать риэлтор знает мое увлечение старыми вещами советским периодом и сказал что в квартире есть вещи которые хозяева побросали они мне нужны то есть они вывезли оттуда все что им было нужно и там осталось какой-то шкаф какая-то предметы мебель ну и какие-то вещи в шкафу он говорит если что-то понравится сможешь забрать себе собственно я согласился в тот день все равно делать было нечего мы отправились туда я поснимал видео и вот все что есть на столе забрал себе как как оплата за свой труд собственно прямо сейчас давайте посмотрим небольшой фрагмент покажу квартиру покажу что я там нашел и потом вернемся сюда и сделаем уже распаковку шкаф продается вместе с квартирой что не нужно оказалось хозяевам ну так елочные игрушки советский слушайте друзья если будете покупать эту квартиру знаете что в шкафу будут лежать вот такие смотрите сделанного с а это шприц мне страшно брать шприцы это прям классные штучки может забрать может забрать смотрим дальше в поиске кладов в старых квартирах на продажу здесь какие-то бумаги документы или что это у не бром белая до бумаги просто бумаги фото бумага много фото бумаги здесь тоже быстро заглянем ящички из интересного такие советские скрепочки здесь посмотрите что это набор химикатов для обработки цветной фотограф фотограф хозяин был а здесь пуговицы традиционная штука с пуговицами вот повезет человек который купит эту квартиру представляете и советские елочные игрушки и пуговицы прям а и домино домино авторитетное прикольно интерес почему не забрали а почему вот это не забрали интерес надо наверное сказать риэлтору чтобы отдал человеку медаль здесь какие-то тряпки хлам а нет смотрите-ка давайте посмотрим что удалось раздобыть вот эту вещь вы видели видео и она усиленно лежит и тикает у меня здесь на столе вот такие вот классные часики мир здесь нарисован голубь второй московский часовой завод что странно здесь нет надписи made in ussr не знаю здесь но понятное дело это будильник он в очень хорошем на самом деле состоянии он заводится привести в порядок здесь шевелится ножки надо будет подкрутить я планирую отнести все-таки дело в ремонт чтобы починили чтобы может быть вернули кнопку если получится пытался найти информацию в интернете о втором московском часовом заводе особо ничего не нашел завода сейчас не существует будильники там естественно не делают это был завод который производил часы слава появился завод в двадцатые годы собственно двадцатого века и потом во время войны его эвакуировали эвакуировали в город чистополь и там на базе собственно эвакуирована 2 московского часового завода появился знаменитый чистопольский часовой завод вот практически вся информация в начале девяностых естественно завод обанкротился сейчас часы слава выпускают но это уже такие китайская сборка вот что касается будильников то их выпуск начался во второй половине сороковых годов на втором московском часовом заводе и вот такие модели выпускали 60-х 70-х годах еще этот часовой завод выпускал хронометры для автомобилей москвич может быть кто-то видел такое в москвиче не знаю я такое не встречал но это вот такое приобретение номер 1 мне очень нравится они просто красиво очень выглядят если их починить то будет прям совсем здорово едем дальше вот такая вот маленькая штучка и здесь у нас елочная игрушка елочная игрушка вот такая вот маленькая миленькая классненькая я так понимаю что это космонавт соответственно если мы пытаемся датировать все находки то вот эта находка будет ну как раз такой которая даст нам какую-то цифру потому что ну вряд ли космонавта фигурку космонавта кто-то мог сделать там 30 40-е годы еще знать об этом не знали но он такой милый прям классный космонавтик дальше друзья распаковываем я забрал не все елочные игрушки из тех что нашел я забирал только те которые ну прям вот фигурки всякие шарики фонарики не особо интересовали ну и так пусть достанутся новому владельцу квартиры вот такой вот миленький дед морозик тоже потертый но и вероятнее всего он тоже шестидесятых годов ай ай сейчас раскалю распаковываем дальше я кстати вы можете писать в комментариях были у вас действия такие игрушки или не были это такой домик фонарик есть специалисты друзья пишите у кого-то кто-то может быть сам такие когда-то покупал так это у нас а это у нас девочка с чем-то у нее что-то такое зеленое в руке сложно сказать что это девочка с палочкой назовем ее так не знаю с огурцом да наверное это какая-нибудь девочка с огурцом так следующее игрушечка у нас о вот это красивое вот таких я еще кстати не встречал это типа старика хатабыча мне кажется это какой-то вот восточный человек видно что он шароваров прям классная игрушка на самом деле в очень хорошем состоянии то есть если сравнивать с дедом морозом да то он прям потерт потаскан дед мороз а здесь вот эта дедушка борода длинная ну красиво красиво это действительно красивая игрушка мне мне очень нравится так ну и еще один у сова большая голова эту забрал потому что на прищепке вот такой друзья улов у меня с этой квартиры пишите в комментариях как вы думаете достойная ли была сделка снять человеку видео и рожиться вот такими приветами из прошлых это был канал миглуха макфлай друзья изучайте историю любите прошлое своей страны пока пока